Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Доброе утро. Хочу сделать признание вам. Может быть это вам поможет. Я ужасно ленивый. Ленивый человек. Такое есть качество у меня. Лень. А с другой стороны, есть такое качество, как ответственность. Первое. Переживание за результат. Стремление все сделать как можно лучше. Невозможность не сделать то, что тебе положено сделать. Просто невозможно. Это немыслимо. Если тебе это надо сделать, я чувствую ответственность. Эта ответственность меня страшно грызет, угнетает. И вот когда это перемешивается с ленью, это страшный кошмар. Страшный кошмар. Ответственность плюс лень. Желание все сделать максимально хорошо плюс лень. И я долгое время пребывал в муках, прямо скажу. Я знаю, что я обязан сделать. Я знаю, что я сделаю, но мне лень. Я оттягиваю до последнего момента. Я откладываю на потом. Мучаюсь. Знаю, что все равно сделаю. Но вот-вот, понимаете, такое свойство личности. Я знаю, что я не один такой. Что в основном люди с ленцой. Основная масса. И я думал, что я раньше переживал, и думал, что я один такой лоботряс. Ужасно ленивый. А потом я понял, что большинство такие люди. И я стал как-то приспосабливаться вот к таким своим качествам. И в конце концов я пришел вот к какому выводу. Я просто чисто практически убедился и как-то постарался себя успокоить в том смысле, что все равно как-то сделается. А раз сделается, да как что переживать? Что мучиться? Что волноваться? Зачем страдать? Почему тебя терзать вот что-то не делаешь? И я стал замечать постепенно, что дела, которые я должен сделать, делаются теперь как бы между прочим. Даже не знаю, как это объяснить. Но вот присел на 15 минут, хотел просто посмотреть новости на почте какие. А между прочим, ответил на звонки, между прочим, что-то написал, между прочим, что-то сделал, встал, через полчаса еще что-то, значит, надо было куда-то пойти, сделал. И так, между прочим, дела, смотришь, как-то оно сделалось. Боже, как я себя изводил раньше. Я раньше думал так, что вот я когда-нибудь, вот я когда-нибудь соберусь в своем собственном бизнесе, сетевом, и как начну лопатить, как начну вставать в 6 утра и до 22 часов работать, звонить, вот это вот все, вот это вот напряженно трудиться. И я предпринимал такие шаги. Я делал такие атаки. Втягивал в это своего сына, втягивал в это свою семью в целом, втягивал в этот процесс, значит, своих дистрибьюторов. Мы вставали в 4 утра, там что-то делали, в общем, я поднимал их. А когда человек с лидерскими свойствами в своей стихии, кого-то куда-то поднять, он и незаметно лень свою куда-то устраняет, неизвестно каким образом. И вот, короче говоря, мобилизовывал себя и людей на какое-то время, а потом опять все это исчезало. Опять приходило к такому состоянию, что график с таким трудом наработанный ломался. И я понимал, что невозможно работать с утра до ночи. Просто невозможно. Бесперспективно, бессмысленно, бесполезно даже напрягаться. И я понял, что бизнес сетевой, постепенно я понял, что бизнес сетевой делается как бы мимоходом, образно говоря. Он как бы вплетен в твою жизнь. Ты решаешь какие-то жизненные задачи, без которых за квартиру надо платить, или куда-то в магазин надо идти. Ну что-то надо делать такое, рутинные такие дела. А между делом ты делаешь бизнес. Ты садишься, что-то там собираешься капитально поработать. Тебе хватает час-два, там звонки, там какие-то встречи назначаются. Кого-то ты встретил, с кем-то на ходу переговорил. Смотришь, не тот, на кого ты был нацелен две недели, готовился к встрече с ним, а потом, значит, дозванивался до него, и два часа его уламывал, или еще что-то с ним делал, переписывался с ним две недели. Стал твоим лидером и крупным игроком в твоей команде. А тот кого-то случайно встретил на рынке Савойской в руке. И между прочим, в течение пяти минут рассказал ему о бизнесе, и он как-то там, и как-то оно раз-раз-раз, и... То есть бизнес, я к чему веду, бизнес вплетен, вплетен в жизнь. Он не делается как бы специально. Вот знаешь, пришел на работу, переоделся, поваром отработал у плиты, пошел дальше другая, а дальше личная жизнь началась. Наша стезя совсем другая. Мы же свободные люди, мы можем встать в одиннадцать, мы можем лечь в три часа ночи, мы можем начать работать в пять вечера, а до обеда посуду мыть, извините за выражение, или там носки гладить. Что угодно. То есть ты живешь своей жизнью, отдыхаешь, и тут же работаешь. Куда-то едешь, а по дороге работаешь. Садишься за компьютер, как бы между прочим, и что-то там тут сделал, там сделал, там сделал. Ну конечно, есть какой-то... Есть какой-то график, есть какие-то обязательства, без которых нельзя. Но в принципе, расписание какое-то, само собой. Но в принципе, я хочу, чтобы вы поняли, что не надо себя терзать. Не надо одевать на рукавники, приходить ровно без пяти девять, садиться за стол и начинать работать. Мы свободные люди. Надо жить и делать бизнес, наслаждаться. И вот еще пару слов. Может быть, это отдельная тема, я потом когда-нибудь о ней поговорю. В сетевом маркетинге часто используют такой потрясающий инструмент, как промоушен. Хочу сказать одну единственную вещь об этом. Лучше всего промоушен срабатывает. Это когда компания или лидер объявляет какие-то условия, в результате выполнения которых, или вследствие выполнения которых, дистрибьюторы получают вознаграждение какое-то определенное за выполненную работу. Денег заработал, так еще и получил что-то. Так вот, в обычных условиях человек этого не сделал, а ради промоушена он это сделал. Напрягся и сделал. Квалификацию выполнил, сколько-то продал, чего-то там сделал. Так вот, лучше всего промоушен работает, когда объявляют условия не сделать что-то, а купить что-то. И это самым серьезным образом раскрывает, кто мы такие. И большинство людей ради чего-то даже. Вот это сделаешь, машина будет у тебя. Тебе подарят машину. Или там iPad тебе подарят. Или там еще что-то. Выполни. Подпиши 48 человек, и тебе дадут автомобиль. И сделают единицы, которые без промоушен сделают. А вот скажут, купи вот этот вот пакет, купи вот этот пакет, и ты попадешь вот туда. Вместе со всеми, и будешь сидеть на первом ряду. Вот это тут героев дофига. Все мы такие. Вот мы такие люди. Нам легче заплатить и рассчитывать, что кто-то за нас потом что-то сделает. Отсюда тянутся далеко рассуждения о том, что вообще происходит с этим обеем. Но почему берутся пирамиды откуда-то и прочие разные халявные вещи. Но это такова психология людей. Это было, есть и будет, потому что это отражение нашей сути. Человек такое существо, что он не хочет работать, что он ленится. Вот я вам живой пример. Усказал бы взрослый, ответственный человек, официант лентя. Безответственный человек. Нет, ответственный, но ленивый. Если вы такой, не переживайте. Не переживайте, можно прорваться и будучи ленивым. А так, жить, работать, понимать, как устроены люди, разобраться в самом себе, успокоиться, наплевать и вкалывать изо всех сил между делом, мимоходом, вплетая в свою романтическую, интересную, творческую, неожиданную, бурлящую разными событиями жизнь дела, которые продвигают твой бизнес. Желаю вам удачи. Наслаждайтесь жизнью. Не бойтесь никого. Ленитесь, если надо. Ну и работайте, когда надо. Но лучше все больше работайте. Но обязательно уважайте и любите себя. Цените себя. И тогда вам станет легче. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok